Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Я боюсь и пугаюсь очень многого. Ну, страх связан, может быть, с тем, если мы говорим в общем, что человек пытается всё контролировать с одной стороны, то есть когда присутствует вот этот элемент контроля, когда человек пытается контролировать и, соответственно, когда отсутствует доверие себе, это всё же именно вот то отсутствие доверия себе здесь. Потому что страх всего от незнания, как правило, от незнания. Как реагирует? На теле не вечно, на теле не вечно. Ситуация. То есть не умеет реагировать в реальном времени, в моменте, где это сейчас. Вот. И, как результат? Стремление всё контролировать, потому что себе не доверяем. А значит, постоянно растущая угроза. Постоянно растущая, ну, ощущение, что что-то сейчас вот произойдёт. Со мной, вот, с вашей мамой, вот, как вы пишете и так далее. То есть, как бы, тут страхов довольно много возникает, конечно же. Кроме того, на подобные вещи, я имею в виду на страх всего, может влиять, в том числе и то, как мне кажется. Что у вас действительно был, вот, такой негативный опыт какой-то. Негативный опыт, ну, в том числе и то, какими-то объектами, событиями, людьми, которые вас вероятно. Я травмировал страх свой, вы его прожить не смогли, но вы его не прожили, свой страх получается. И, соответственно, это вас оборвает, мучает, вот, потому что, что с этим делать, вы пока что не знаете. Ну, совершенно очевидно, что вам тяжело, совершенно очевидно, что вам не по себе. Наконец, наконец, страх всего, как, опять же, вы говорите, может быть связан, в том числе, с тем, что, достаточно много есть подавленная агрессия. Вот. 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 Я хочу понимать, что если подавленная агрессия существует, вот, если вы подавляете естественную агрессию, которая не возникает у вас, например, на мамах, с которой у вас отношения, получается, достаточно близкие, достаточно... зависимые, потому что вы боитесь, что с ним что-то случится, то тут вот в таком случае получается, что, ну вот, зависит от мамы своей, например, боясь, например, что с ней что-то произойдёт. И чувствуя, например, от неё достаточно сильную зависимость, вы можете подавлять, подавлять свою агрессию на неё. Что, в принципе, вполне естественно, вполне нормально, вот, потому что, когда свобода человека ограничивается, вот, это всегда достаточно хорошо чувствуется. Чувствуется это всегда достаточно хорошо, эм, ну, ощущается, как бы, да? Вот. Поэтому здесь я бы сказал, вот, что возможно, только возможно, вот здесь есть такие аспекты. Естественно, наверняка я этого знать не могу, но с учётом того, что вы боитесь всего, да, я могу вот сказать такой момент, что если человек редко когда был свободен, то свобода его, в принципе, пугал. Вот. Вот. Свобода его, в принципе, в принципе, ну, больше угнетает, страшит, нежели чем, эээ, ну, привлекает как-то. Вот. А в вашем случае, ну, тут, мне кажется, всё, эээ, достаточно, ну, скажем так, очевидно, вот. 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 Конечно, можно разное предполагать, вот, я уже надеюсь, что ошибает, вот, в каких-то моментах, вот, ну, как правило, ситуация такая. Понимаете, да? Хорошо. Дальше идём. Дальше идём. Дальше идём. Как ты испугалась запечатанного паспорта, запечатанного фото в паспорте, как ты испугалась сильной или бесправшей серёжки? Ну, здесь, эээ, нужно, конечно, смотреть более, скажем так, конкретно на то, чего вы испугались, вот, но могу предположить, что, раз речь идёт о паспорте, а паспорт – это идентификация нашей личности, вот, то вполне вероятно, что испугались вы, как раз, именно, своей идентификацией личности, то есть испугались вы, вероятно, всего, себя, своей личности, что вы тоже можете быть личностью, вот, вот, как я думаю, ну, как мне, по крайней мере. Кажется, что могло здесь произойти, хотя бы, условно, вариантов может быть гораздо, гораздо больше. Дальше. Еще из-за фобии замятого пространства я перестала ездить в общественном транспорте и ходить в большие торговые центры. Значит, страх закрытых пространств – это, по сути, вот, как раз, перенос, значит, отношений, ваших отношений с мамой, вероятно. То есть, имея с ней достаточно близкие отношения, вот, вы, скорее всего, скорее всего, бессознательно чувствуете определённую несвободу от неё. Но, нуждаясь в ней, в рамках ваших отношений, нуждаясь в ней, вы, конечно же, на эту, на эту вот несвободу как бы соглашаетесь, как бы соглашаетесь. Вот. Предполагаю, что, ну, выбора, выбора у вас небольшого, выбора у вас немного предполагаю. Вот. И, соответственно, страх закрытых, страх закрытых пространств, как раз такие, может быть связан вот с такими аспектами. Вот. А что, насколько вы себя чувствуете несвободны вообще в жизни, вот, вы боитесь захода к пространству в реальной жизни. То есть, это подавленная агрессия против неких, неких ограничений, вот, которые вы, ну, которые у вас, вот, вполне могут быть, да? Вот. Вместе с тем, вместе с тем, есть и другие, ну, другие возможные взгляды на данную проблематику, опять же, может быть, может быть, вас что-то травмировало, может быть, вы оказались, может быть, у вас была травма, например, вы застрелили в лифте и так далее. Ну, вот. Я думаю, что если бы это было так, вы бы не пустели, но на всякий случай просто хочу сказать, хочу сказать, что вот подобное, да, как бы, бывает довольно часто. Поэтому, не обязательно это все равно, вот, отношение с вашей мамой, конечно, вот, вызывает серьезный вопрос, вот, конечно же. Потому что, то, что она вас, мама, я имею в виду, должна успокаивать, да, вот, как бы, это, конечно, довольно-таки тревожный, тревожный знак. Вот, потому что, ну, вы взрослый человек, и все-таки операция вам нужна на себя, если вы на себя операция, например, не можете, вот, то это повод, это повод для работы над собой, это повод как раз-таки над тем, чтобы собой заниматься, ну, заниматься психотерапией, вот, дальше идем, дальше идем. Так, эм, так, значит, эм, успокаивать, когда думаю, что есть тем, который меня успокоит, почему мама имеет на вас такое большое влияние, вот что хотелось бы отдельным несколько пунктом, да, уточнить. То есть, почему мама, эм, ну, по сути дела, может, может, получается, вас успокоить, вот, то есть, именно она, как я понял, может вас успокоить. Вот, вот, с чем это связок, давайте, вот. Попробуем на этот вопрос ответить тебе. Да? Почему мама может вас успокоить? То есть, вы себя, так, условно говоря, сами успокоить? Ну я думаю, что да, а мама, мама эту белку, но я думаю, что здесь нужно исследовать ваши уже отношения именно с мамой, вот, как мне кажется. Ну и дальше, последнее, что вы описываете, вы описываете то, что боитесь смерти, боитесь, что умрёт она, боитесь, что умрёт сына. Это экзистенциальный кризис, кризис, и человек боится смерти, когда его жизнь достаточно пуста. То есть когда она ничем не наполнена, не наполнена, не заполнена ничем. Соответственно, задача наша и задача ваша научиться жить, наполнить свою жизнь. И тогда страх смерти уйдёт. Сейчас вы не очень понимаете, образно говоря, зачем и для чего живёте. И естественно боитесь смерти, потому что, ну, куда-то энергию девать вам свою, конечно же, нужно. Вне всякого сомнения. Вот она, эта энергия, в принципе, и направляется на страх смерти. Ничего удивительного здесь, на мой взгляд, нет. Но это корректируется. Вот. И вас можно научить чувствовать себя, научить опираться на себя, например. Например. Конечно, при условии, если вы этого хотите. Вот. Но сделать это можно. Вот. И тогда вам будет гораздо легче жить. Сейчас жить вам тяжело, потому что, ну, живёте вы, получается, в постоянных тревогах, в постоянных страхах. Вот. И, как бы, ну, понятно, что удовольствия особого, как бы, живыми не получают, не получают. Вот. Ну. Ага. Это всё можно. Можно исправить. Вот. Что ж. На этом, я думаю, всё. Я думаю, что можно на этом закончить мой ответ. Я надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вам это было интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.